Чемпионат мира проводится впервые не только в Сочи, но и в целом в России. Боролись за право проведения несколько государств. И вот наш город принимает подростков из 30 стран мира в возраст от 7 до 17 лет. Нельзя забывать, что именно с таких турниров, и тот же Корякин принимал участие несколько лет назад в подобном турнире. То есть это, да, это, собственно говоря, первый смотр шахматных талантов, то есть тех, кто делает первые шаги. За чемпионскую корону юные интеллектуалы состязаются как взрослые, уверенные и решительно. Фигуры замерли в ожидании хода, время идет, напряжение нарастает. Это для меня не первый чемпионат мира, но этот чемпионат мира мне очень нравится. Здесь очень много соперников, очень хороших. Я уже со многими детьми подружилась. Есть регламент, временные рамки и своя тактика игры. Задача у всех одна – победить кто-то за шахматной доской 2, 3, 4 года. Да, вот юные представители Шри-Ланки выступают в подгруппе до 7 лет. Но уже известен как обладатель третьего места первенства своей страны. Я очень довольна выступлением своего сына в Шри-Ланке. Он много выигрывает, а вот за границей мы во второй раз. Результаты турнира станут известны 11 декабря. Но вне зависимости от его итогов положительные сдвиги есть, отмечают организаторы. Недавний исторический матч Магнуса Карлосона и Сергея Корякина изменил отношение к шахматной игре. И желающих играть в шахматы стало гораздо больше, независимо от возраста. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.